Русские новости Русские новости В Российской империи армия была только русская Поэтому везде писали не российским воинам, а русским воинам Русский генерал, русский офицер Неважно, какого он был происхождение В основном, конечно, армия состояла из русских Потому что остальные, те, кто не знали языка Просто не могли в армии служить Не знали, как исполнять приказы Армия была русской, в основном русской И уж точно, что любого офицера называли русским офицером Никак не российским Если кому хочется сейчас быть россиянином Ну, это его личная беда Я бы советовал таким людям в армии не служить Да и вообще на государственной службе Потому что кроме вреда, ничего другого Такой человек, который не чувствует себя в России русским На государственной службе не принесет Ну, я так, по крайней мере, полагаю Может быть, есть какие-то другие примеры позитивные Наверняка есть Но если русского в человеке нет ничего То ему и жить в России как-то не совсем удобно Вот, остальные новости, конечно, печальные и трагические И вот новая волна арестов и репрессий Которая обрушилась на русское движение Вообще на русский народ Накануне выборов, которые, конечно, снова будут фальсифицированы Тяжким бременем лежит на наших плечах И когда в тюрьму попадает Юрий Екишев Лидер народного ополчения России Один из соратников полковника Квачкова Тоже уже многие годы томящегося в застенках Это, конечно, тяжелая для нас утрата Выбит из русского движения Стойкий активист, последовательный, честный человек Который ничем себя не опорочил И мы рискуем его потерять Потому что в тюрьме его постараются убить И в этом нет сомнений Так же, как убивали Николая Бандарика Там, заражая его туберкулезом И отказывая ему в лечении Сейчас Юрий Екишев Который человек далеко не здоровый Подвергается крайней опасности Его здоровье находится под ударом Вот той тюремной среды, в которую его помещают Конечно, он не будет получать необходимого лечения Необходимого питания Которое при его заболевании обязательно И нас это очень беспокоит Как и беспокоит равнодушие людей В том числе и соратников Юрия Екишева Вы совсем забыли о нем Если вы не приходите на суды Хотя бы показать, что вы с ним заодно Вы с ним вместе То это как-то выглядит весьма странно У нас, конечно, силенок маловато Русский национальный фронт В который народное ополчение не входило Но мы будем стараться Хоть как-то поддерживать связь Хоть как-то поддерживать Юрия Анатольевича Прошел обыск в Институте русской цивилизации Который, в общем-то, не отличался Каким-то участием в политике В основном занимался изданием Прежде всего дореволюционной литературы Повторные издания Те, которые с тех пор не издавались Восполняется тот пробел почти в век Видимо, те, кто сейчас находится у власти Являются продолжателями дела большевиков Поэтому они пришли и сюда В этот Институт русской цивилизации Мы, к сожалению, не знаем подробностей Может быть, они пришли туда За какими-то книжками Где что-то нелицеприятное было написано Про иудеев А что мы можем написать Или что могли написать Дореволюционные консервативные мыслители Об иудеях, кроме самого дурного Конечно, они именно так и писали Но теперь все это считается не просто экстремизм Но это и терроризм Вот экстремист и террорист Это же в глазах нынешней общественности Одно и то же Одно и то же Такой пособник подрывателя Какого-нибудь, который обвязывается взрывчаткой Приходит в метро и все взрывает Но среди нас таких нет Среди русских националистов Таких идиотов, которые убивали бы Ни в чем не повинных людей И даже думали об этом Планировали бы это Нет, нет и никогда не было Но нынешний враждебный всему русскому режим Стремится к тому, чтобы Очернить русское национальное движение Русский национализм Объявить национализмом то, что национализмом Никогда не являлось и быть не может Они придумывают какой-нибудь там Украинский национализм Которого просто нет Не существует, поскольку нет украинской нации Показывают на сепаратистов, хулиганов И действительно террористов И говорят, это националисты Да там ничего национального просто нет Вот мы русские националисты Мы выдвигаем свои программы Политические программы И говорим людям Есть иное будущее Есть иное будущее у России Вот путинское будущее Это смерть Это просто кладбище для страны Мы это видим совершенно ясно Во всех деталях Во всех аспектах, которых бы мы не коснулись При рассмотрении состояния страны Мы видим, что путинщина Это смерть России Либерализм Это смерть России Коммунизм Это смерть России Ничего из этого Из всего этого набора 20 века Не является спасительным И не является Стратегией выхода из нынешнего состояния Только русский национализм Имеет эти планы Имеет эти стратегии Имеет мировоззрение Которое тождественно Русскому национальному мировоззрению Которое складывалось В течение многих веков И в Российской империи И до Российской империи Складывалось постепенно Через триумфы и трагедии И в настоящий момент Мы знаем, что такое русское мировоззрение Что такое Россия А те люди, которые сегодня находятся у власти Или вот пойдут на очередные выборы Они не просто не знают Они стоят как оппоненты всему русскому Это враги всего русского Как бы они не перекрашивались Что бы они ни говорили В том, в чем они являются Коммунистами, либералами Путинистами Они являются врагами России Это мое искреннее и глубокое убеждение Что с этими людьми Ничего хорошего у России не будет Будет только разорение и смерть Потому что они ведут к власти Подлецов и негодяев Ну таковые уже во власти есть Одни подлецы и негодяи Хотят сменить других Вот и вся разница между оппозицией И ныне действующей власти Если оппозиция не национальная Национальная оппозиция требует проведения Мер национальной революции Революции не когда бегают по улицам Вооруженные люди А когда парад государственной власти Очищается от измены Когда тупиковые экономические стратегии Ликвидируются Когда национализируется Собственность украденная у страны Когда враги отечества Садятся в тюрьму Когда деструктивные элементы В обществе подавляются А конструктивные В том числе и экономически активная Часть населения Всячески поддерживаются Должна быть уничтожена бюрократия И олигархия Вместе с коррупцией Которые объединяет то и другое И тогда Россия вздохнет свободно Вот за что русских националистов Сажают в тюрьму Вот именно за это Именно тех, кто стремится К благу отечества И противостоит мерзавцам Находящимся у власти Ну и мерзавцам Которые пытаются В эту власть проникнуть Из так называемой Либеральной Или коммунистической Леватской оппозиции Помимо Юрия Якишева Грозит арест Буквально всем Буквально всем Кто проявлял хоть какую-то активность В рамках русского национального движения Следователь Талаева Который уже без малого год Издевается над Кириллом Барабашом И его соратниками По инициативной группе По проведению референдума За ответственную власть Решила теперь еще В раздражении Вырсказать угрозу В адрес Елены Рохлиной Нашей правозащитницы Которая Буквально жизнь свою Положила на то Чтобы поддерживать русских людей Которых захватывает Ныне действующий оккупационный режим И размещает в местах Лишения свободы В отношении Елены Рохлиной Следователь Талаева Сказал так Что мы на вашу Рохлину Уже уголовное дело завели У нас уже есть 5 эпизодов Это ее слова Переданные адвокатом Который присутствовал В момент произнесения этой фразы В достоверности содержания Этой фразы Мы абсолютно уверены И мы видим в этой фразе Прямую угрозу Жизни, здоровью и свободе Честного, достойного человека Я думаю, что в этой фразе же Содержится угроза и всем Всем русским людям Любому русскому человеку Имеющему чувство Собственного достоинства И желающему сопротивляться Враждебному нам политическому режиму Политическими средствами Даже когда мы что-то говорим Вот такие мерзавцы Которых власть ставит на ключевые посты И поручает им грязные дела Стремятся запугать И лишить свободы И в общем-то мы все ходим Под вот этой угрозой А тут еще Совет Федерации Несмотря на массовые протесты Правда в основном интернет протесты Принял так называемый Пакет Яровой Вот этой шапокляк Сорухи шапокляк Российской политики И осталось только Путину Подмахнуть всю эту мерзость Включая и тотальную слежку за людьми Это все, конечно, антиконституционные акты Враждебные, преступные И все лица, которые задействованы в этом безобразии Должны будут понести заслуженные наказания Тоже в соответствии с действующим законом Самоуправство Превышение должностных полномочий И так далее И так далее Все это позволяет Лиц, имитирующих народное представительство Государственной Думы В Совете Федерации Или в администрации президента Конечно, посадить в тюрьму Вот вместо Юрия Якишева Вместо полковника Квачкова Вместо Георгия Боровякова Вместо многих и многих людей, которые сидят в тюрьме Кирилла Барбаша Юрия Мухина и других Должны сидеть вот эти так называемые депутаты Которых никто не избирал И не будет избирать На тех выборах Так называемых выборах Которые имитируются Во-первых, те четыре партии Которые претендуют на попадание в Думу Они никаких подписей не собирают Они считаются парламентской партией Они действуют заодно И демонстрируют это за единство Совершенно откровенно И, я бы сказал, даже нагло Людей, которые бы выступали Последовательно против ныне действующей власти В этой оппозиции Так называемой оппозиции нет А Единая Россия, конечно, это Оппозиция самой себе Она принимает очередную какую-то программу И тут же после выборов ее забывает Вы, господа, отчитались О прошлых своих достижениях А по прошлой своей программе нет, конечно И по нынешней программе Что-то они там написали Провели съезд Там вот сидит эта старуха Шипокляк Яровая И сидят изваяния с острова Пасхи Нарышкины и Грызлов Вот такие специалисты По превращению Думы В такой вот клуб политических туристов Которые разъезжают за государственный счет По заграницам, по городам и весям Но ровным счетом ничего не делают Даже кнопки за них нажимают дежурные депутаты Которые бегают по рядам И голосуют за те абсурдные проекты Или за всякий мусор законодательный Который предлагает администрация президента Путин Все, в общем-то, идет из одного центра Я вас уверяю Все законопроекты являются инициативами Владимира Путина Точнее, той группировки, которая вокруг него находится Он дает только руководящие указания Пакет Яровой – это пакет Путина И об этом говорит полное отсутствие Какого-либо обсуждения в Совете Федерации Ну, там, безусловно, знали, что есть протесты В особенности со стороны бизнесменов Владельцев операторов мобильной связи Которым теперь надо колоссальные какие-то затраты нести Со стороны владельцев интернет-порталов И так далее, и так далее Они знали, что протесты эти есть Огромные затраты совершенно ничем не оправданы И никаким законом, никакой конституции не обусловлены Но проголосовали тихо-мирно за пакет Яровой Из этого я делаю вывод Все это исходит от мистера Путина Вот кто такой мистер Путин? Подлец и тупица Предатель государства нашего российского Агент иностранных спецслужб Я уверен, что все это будет выяснено Как только он потеряет свой пост И его деятельность будет расследована Он предал родину давно Вместе с Собчаком он оказался совершенно не случайно И все дальнейшие его действия Все дальнейшие его преступления Привели нашу страну к грани гибели Несмотря на то, что на нее излился золотой дождь нефтедолларов Все эти нефтедоллары были украдены Все они были украдены И миллиардеры, которые как паразитический слой возникли По милости Путина Это вот его электорат Вот эти люди обеспечивают его нахождение у власти А он обеспечивает их благосостояние И поддержание того денежного потока К которому они привыкли Несмотря ни на какие кризисы То есть это оккупанты, враги нашего отечества Они, конечно, все должны сидеть в тюрьме И эти депутаты, которые голосуют за так называемый пакет Яровой И те, кто эти законопроекты разрабатывали, проталкивали Все инициаторы вот этих репрессивных действий против русского народа Прежде всего и русских политических активистов Путин регулярно объявляет войну русскому национализму Он собирает то сотрудников ФСБ Выступает на какой-нибудь очередной коллегии То собирает сотрудников прокуратуры И говорит, что нам надо бороться с экстремизмом С коррупцией Со всеми проявлениями национализма, как он выражается Вот очередной раз президент, человек, называющийся президентом Владимир Путин заявил о необходимости выбивать почву Из-под ног террористов, экстремистов А также решительно бороться с преступностью и коррупцией Об этом он сказал на приеме в честь выпускников высших военных вузов Ваша прямая обязанность обеспечить законность, конституционный и общественный порядок Права граждан нашей страны Ну вот первое и второе находятся в кардинальном противоречии Вот все то, что называется террористами и экстремистами Это в основном касается русских людей А то, что касается конституционного и общественного порядка И прав граждан Все это попирается Путиным и его командой Ежедневно, ежечасно Вся их деятельность направлена именно на попрание Общественного порядка, конституции, прав граждан нашей страны И, коль скоро речь идет про экстремистов, то речь идет про нас Кого экстремистами называют Называют, а потом оформляют эти словесные претензии в приговоры Что касается коррупции Путин и его группировка теперь ставят себе в заслугу Что они сажают так называемых коррупционеров Там где-то в Автодоре, там где-то еще в Росрезерве Посадили коррупционеров, губернаторов То и дело сажают Теперь руки дошли до губернатора Кировской области Белых Который считался либералом С какой стати он считался либералом Либералом быть перестал ровно в тот момент Когда принял предложение стать губернатором А кто его назначил губернатором? Кто его назначил? Кто назначает всех губернаторов? Ну там какие-то процедурки есть Кто их назначает? Их назначает Путин Все это его креатуры И все они, уверяю вас Все они по уши замазаны в коррупционных мероприятиях Которые они проводят постоянно Потому что иной системы не предложено И только если вот где-то заподозривают Что они вот эти деньги не на себя тратят Не в рамках своего воровского слоя А пытаются там где-то что-то кинуть Какие-то деньги То ли на благотворительность, то ли на политику Вот тогда-то их берут за горло Вы думаете, что все это воры Вот те, кого сажают? Да нет, воры-то все они А сажают только тех, кто либо берет непочину Как это принято говорить было в Российской империи Ну там имелось в виду совершенно другое Но эти берут не просто непочину А просто воруют астрономические суммы из бюджета Грабят предпринимателей Фактически убивают нашу страну Вот некоторых из этих людей выцепляют Я думаю, белых, конечно, выцепили по политике Думаю, скорее всего, он попытался по тем механизмам По которым получал деньги в рамках коррупционных сделок Обязательных для губернаторов Кинуть что-то в поддержку своей любимой партии яблоко Партия это, конечно, гнилая, гнилое яблоко Изъеденное червями измены и предательства Ничего хорошего в ней нет Но, тем не менее, хотя бы человек пытался Что-то как-то уравновесить То преимущество, которое имеет Единая Россия И другие финансируемые Кремлем партии Уравновесить в рамках своих возможностей Хоть как-то поддержать бывших своих соратников Может быть, в этом он как раз и проявил свой либерализм И вот тут его как раз за шкирку взяли Ну, можете себе представить, это же взрослый человек И чтобы он где-то там в ресторане получал наличные прямо себе в руки Ну, это просто нелепость, этого не могло быть Поэтому все эти обвинения, конечно, высосаны из пальца Хотя обвинить можно теперь любого губернатора Любого государственного служащего Достаточного ранга Потому что они все втянуты в коррупционную систему Которую создал Путин Он ее создал своими руками Потому что иными способами Вот эти колоссальные богатства Эти многомиллиардные уже теперь состояния в долларах Не могли появиться Вот эти порядка 120 миллиардеров долларов Они появились именно потому Потому что существует коррупционная система Эту систему, еще раз говорю Создал Путин, лично Путин создал Никто другой Ему, конечно, вся эта шушер помогала Но вот олицетворением этой системы И главным распорядителем является Путин Он все это подмахивал То есть это глобальное предательство национальных интересов Я уже не говорю про внешнюю политику Там коснемся еще ее немножко Но еще раз к выборам Вот эти все партии, это, конечно, фальшивки Съезд Единой России, который показывали Нон-стоп по телеканалу «Россия-24» Смотреть было невозможно Выступает Медведев Такой чебурашка из мультфильма Вышел чебурашка и объявили А сейчас чебурашка скажет речь И он стал в такой своей манере Рассуждать без мысли Вот можно долго говорить Есть такие уникумы Вот это один из таких уникумов У которых мыслей просто нет И в зале сидит вот вся эта кодла Смотреть на это, конечно, совершенно невозможно Полная бессмыслица что-либо там попытаться услышать Потому что альянс подлецов и тупиц Правят сейчас И мыслящему человеку наблюдать за всем этим И слушать все это крайне тяжело Очень трудно все это дело переносить Другие там партии проводят Вот эти четыре партии Скорее всего и будут основными претендентами Потому что займут весь эфир И потому что о них знают И будут партии второго ранга Которые, может быть, им что-то обломится Они надеются на 3% Получат они их, не получат Тоже там яблоко Или там вот новые либералы Опять перелицованные Что-то там опять изменили Название своей партии Может быть, кого-то и допустят Какие-то комбинации Вот эта кремлевская группировка политтехнологов Наверное, придумывает Вот вроде того, как они придумали Пропустили Родину в 2003 году Но потом мы очень сильно огорчились И поэтому Родину ликвидировали Беззаконными способами Но ликвидировали Теперь, кстати, тоже Родина пойдет Снова под брендом Родина Вот Справедливая Россия Украла юридическое лицо И инфраструктуру партии Родина Просто украла Это был рейдерский захват партии Под руководством Кремля Ну и внутреннее предательство Там сработало Все понятно В 2006 году Никто, конечно, не знает О том, что Партия Родина Теперь образовалась Название и бренд Забрала еще одна Группировка самозванцев И эти люди Теперь пойдут Пойдут на выборы Почему? Потому что у них Где-то там В областной думе Где-то свой депутатик есть И им Не надо собирать подписи Это вот так они здорово устроились Вот Никому из кремлевских негодяев Не надо собирать подписи А всем остальным Всем остальным Надо собирать подписи С гарантированным результатом Признают их Фальсифицированными И на выборы не допустят Поэтому Все вот эти мелкие партии Которых насоздавали Многие десятки Они просто не вписываются И за борт Поэтому Вот где-то там Полтора десятка партий Которые будут В список внесены Потому что Им не надо собирать подписи И вот С этим брендом идет Партия Очередная партия жуликов В нее пытаются Вписаться приличные люди Ну где-то надо посражаться Где-то надо Побиться Справедливую Россию Какие-то люди пошли Более или менее известные Потому что им нужно Там какой-нибудь Экономический публицист Делягин Куда ему Ну конечно Справедливую Россию Выросшую на костях Родины В которой он Когда-то состоял Ну стыдоба И с армата Вот В партию В партию Родина Тоже приходят люди И говорят Мы тоже Хотим попытаться Поучаствовать Но Руководство Этой партии Самозванной Связывается с Кремлем И согласовывает Кандидатуру Вот одна из кандидатур Александр Фроленков Который Баллотировался На пост губернатора Пермской области И против него Были применены Совершенно чудовищные Репрессивные меры Чтобы не дай бог Он не вышел На старт И не конкурировал С воровской группировкой Вот он тоже пришел По простоте Душевный В родину Ну как родина Вроде как Должна быть И оппозиционной партией И должна принимать Оппозиционеров В свои ряды В свои списки И ему сказали Да конечно Ты человек известный У себя Мы тебя выдвинем Первым в списке По своему региону И еще выдвинем По одномандатному округу Ты сможешь еще и там побороться Денег правда Мы тебе не дадим Ты сам там Поработаешь На наш федеральный список Ну уж Сколько наработаешь Ну за день до съезда Ему Позвонили Сказали Знаете Вот Кремль против Ты такой вот оппозиционер Экстремист наверное А может даже террорист Поэтому мы тебя Вот в список включить Никак не можем То есть подлость Исключительная Исключительная подлость Вот всех этих партий Я Вот эту конкретную историю Я знаю И поэтому о ней рассказываю Поэтому голосовать За какие-либо партии Или за каких-либо кандидатов Просто невозможно Просто невозможно Вся система прогнила На выборы ходить нельзя И вы в этом еще раз убедитесь Многократно убедитесь Если попытаетесь Следить за подготовкой К избирательной кампании Она уже сейчас идет Все ток-шоу наполнены Представителями этих поганых партий Или если посмотрите На избирательную кампанию Это сплошная Будет ложь Как и обычная Но в этот раз Она будет еще более Наглой И циничной То есть мы идем Вот по этому направлению Прогресс вот в этом Прогресс путинизма В том что еще больше Лжи и тупости Еще больше измены Вот это будет Основным содержанием Избирательной кампании И каждый в этом Сможет убедиться Очень интересное событие Связанное с ликвидацией Руководства Балтийского флота Ну многие хватаются за голову Говорят как же так Да вот как же так Я думаю что вовсе там Речь идет не о том Что какие-то там Общежития недостроенные И деньги куда-то Не туда ушли Это обычное дело В армейской среде Это с ельцинских времен Происходило и происходит И Шойго вот этот Никогда не служивший Министр обороны Об этом прекрасно знал И Сердюков Когда командовал армией Был министром обороны Это просто норма жизни Ну а как же Коррупционер во главе Поэтому все остальное Тоже будет пронизано коррупцией И сейчас якобы Вот из-за каких-то нарушений Что-то там они не доделали Боеготовность низкая Там подводная лодка Задымила какая-то И вообще в общежитии Целый этаж обрушился И офицеров переселили в палатки Это все ерунда Это все то что называется Отмазка Чтобы все руководство Балтийского флота Одновременно ликвидировать И чтобы об этом не знали Об этих там нарушениях И что руководство Министерства обороны Там не знало чего-то И вдруг открылось Какой-то там Заговор оказывается Там по расхищению В общем какие-то бездельники Возглавляли Балтийский флот Это ерунда Это конечно обман Отмазка Объяснение для людей наивных Я думаю что Просто на Балтийском флоте Возникло недовольство Общей стратегией И общим руководством Армией и военно-морским флотом Потому что Ну такой тупица как Шойгу Конечно руководить не способен Он способен репрессии проводить Это да Но руководить он кардинально Он ничего не понимает В военном деле То есть вообще ничего Он понимает В военном деле Меньше чем какой-нибудь там Сержант или даже там Солдат-срочник Он ничего не понимает Я не говорю уже о сложных вещах О сложных технических устройствах Которые нужны для армии Об общем руководстве Он не понимает ничего Ну это такой вот кардинальный тупица Он вот даже публично Он никогда не проявлял Никаких признаков способности мыслить Даже какие-то элементарные категории Вот в его голове не укладываются Поэтому именно говорит-то с трудом Поэтому репрессии связаны именно с этим Я думаю с тем, что во флотской среде Поняли, что Кремль тащит в тупик Поняли Речь идет не о том, что они Какой-то заговор затеяли Или там какое-нибудь восстание поднять Хотя в общем уже Вполне возможно, что такие восстания Могут возникнуть Потому что люди, находящиеся при оружии Все-таки это те, кто способен что-то совершить А вот те, кого обвиняют в терроризме И кто не имеет ни оружия, ни инфраструктуры Ни способности организовать переворот Ну это конечно смехотворных Обвинять в том, что они могут Вот там полковник Квачков Там вдвоем с Киселевым Которого он никогда не видел в жизни С одним арбалетом захватят Кремль И совершат государственный переворот Но тем не менее их посадили в тюрьму Ну а Балтийский флот просто разорили Разогнали Якобы под предлогом каких-то Хозяйственных невырядиц И низкой боевой готовности Я думаю, боевая готовность низка везде Потому что когда тупицы управляют армией Она просто продолжает распадаться Когда смысла службы не существует Конечно, армия будет распадаться Но нет смысла службы у офицера Потому что где родина? Где твоя родина, сынок? Помните фразу из фильма «Брат-2»? Нет, у тебя родина, Горбачев ее продал Вот точно так же продают нашу родину Так называемые руководители нашей страны И в это руководство входит, конечно, и Маршал Шойгу с этой огромной звездой На погонах Ничем не заслуженный И, кстати, он там еще и герой России За что-то, да? Не помните за что? Я могу сказать за что? За 93-й год За государственный переворот За хранение, потом раздачу оружия Которое, конечно, не могло быть В комитете по чрезвычайным ситуациям Которого он возглавлял Но оно там было, как резерв И вот это оружие было такой гарантией того Что государственный переворот 93-го года состоится, будет успешен Вот за это подонок вот этот Получил звезду героя России Может быть, это даже какой-то позитивный момент Начали пожирать друг друга Вот эта вся кодла, находящаяся у власти Пожирает друг друга Арестовывают теперь губернаторов Губернаторы прекрасно знают Что каждый из них может быть завтра арестован Поэтому думают о своем будущем То ли бежать, то ли сопротивляться То ли в тюрьму садиться с полной неизбежностью Но куда деваться-то Каждый из них погружен в коррупционные мероприятия Которые систематически организованы Путиным И всей его группировкой Олигархами, чиновниками высшего звена Что делать? И военные то же самое Любой может быть уволен Руководство ФСБ основательно потрясли Наверное, у них появились какие-то сомнительные С точки зрения Путина мысли В отношении уровня его руководства В отношении будущего страны При всей подлости этой системы Человек все-таки не лишен способности соображать И вот те люди, которые все-таки способны соображать Они, конечно, видят полный тупик В котором страна находится И об этом тупике, кстати, говорят и ближайшие соратники Путина Вот типа Кудрина, который там поиграл в оппозиционера Ну ему поручили, он поиграл И теперь говорит, ну все, через два года полный каюк наступает И при этом говорит Путину Знаешь, я тебе тут за год, за год Могу шикарную программу составить Экономического роста и так далее То есть у вас все рухнет Если вы мне не заплатите за год работы Ну это вот действительно тупица Я думаю, что люди дееспособные Готовят программы там в течение недели Предложения дают через два часа Приходят и объявляют о уже давно наработанных своих задумках А через пару недель уже все В том числе и проекты указов Все уже на подпись готовое Можно приносить А эти люди работают вот так Год он напишет какую-нибудь ахинею Типа стратегии 20-20 Там на 50 страничках Совершенно глупого текста Ни к чему, который ни к чему не приложишь Вот это деятельность самых умных из путинистов Вот деятельность самых умных Это имитировать борьбу с кризисом И объявлять все время, что все, кризис, конец всему Так же, как, кстати, и Герман Греф Который пересел из правительства на руководство Сбербанком Тоже готовьтесь, готовьтесь Кто-то там говорит, будет очень жесткая посадка Вы готовьтесь Это они нам говорят Нам, гражданам говорят Вы готовьтесь, вы готовьтесь Поднимают оплату ЖКХ Ну, ведь инфляция, да Там инфляция 7% Мы на 7,5% в Москве В остальных местах несколько поменьше Поднимаем уровень оплаты за ЖКХ Извините, а вы наши зарплаты проиндексировали А те, кто потерял работу Они вообще хоть как-то индексируются Они смогут оплачивать вот это повышение тарифов на ЖКХ? Об этом, конечно, никто не собирается думать Потому что эти люди думают только о своих карманах Они индексируют свои доходы Вот поток ворованных денег в карманы руководства ЖКХ Или каких-нибудь крупных корпоративных деятелей Должен не прекращаться Поэтому они все индексируют Они только нас не индексируют Вот нашу жизнь они не индексируют Поэтому такое чудовищное расслоение Вот даже то, что называли ошибочно средним слоем Ну, люди со средними доходами Этот слой начинает рассасываться Все будут бедны, все будут нищими Все будут перебиваться с хлеба на квас И думать, где найти деньги Чтобы оплатить воду, газ, электричество Чтобы просто жить Вот все мы падаем на это То есть у нас спрос будет на уровне тех доходов Которые позволят только поддерживать Хоть как-то поддерживать физическое существование А многие и этого не смогут Несколько миллионов в России Может даже несколько десятков миллионов В России очень скоро Просто не смогут физически поддерживать себя Я не знаю, как это будет происходить Но кризис грозит чудовищный И в Кремле все это знают Может быть поэтому сейчас такое вот Такое озлобление Озлобление против русского движения Национальной оппозиции Озлобление друг на друга Потому что надо кого-то сожрать Чтобы сохраниться самому И сейчас это, конечно, грызня будет Все дальше и дальше разворачиваться Ну и тупицы, они же все время себя хотят прославлять Награды какие-то вешать на грудь Я вот заметил, так мельком увидел Как из дока выплывала корыта Которую назвали ледокол Арктика Ну еще нет ледокола Есть только сваренный корпус И они уже торжественно все это открывают Приезжает Матвиенко У нас по какому-то недоразумению Председатель Совета Федерации Или как там называется у них Может директор Совета Федерации Так будет, наверное, правильнее Это типа там какого-то цеха такого По изготовлению всяких мерзостей Приезжает Кириенко Который говорит О, мы здесь сейчас такую силовую установку Атомную поставим Уже Кириенко похож на Кощея Бессмертного Такой вот киндер-сюрприз Постаревший и сморщившийся до мумии Матвиенко это такая гарпия С хищным взглядом С лицом, которое перепахано Пластическими операциями Это уже не лицо, а какая-то поделка Какой-то гуттаперчевый материал Натянутый на череп И вот эти люди начинают присваивать себе Славу чужого труда Не показывают ни главного инженера Ни бригадиров, которые в этом деле участвовали Не показывают завод Ничего Показывают вот этих придурков Которые вообще ничего не понимают Ни в судостроении Ни в этих атомных энергетических установках Это так называемые эффективные менеджеры Вот это контингент Который Путин ставит на руководящие должности Абсолютные тупицы и негодяи Абсолютные Это конечно не позволяет стране выжить Да, можно корыто сварить И написать на Баку Арктика Но плавать это будет И будет у нас вообще арктический флот Я думаю, что не будет С этими людьми Не будет Не будет Вот Новый Чернобыль может быть А ледокольного флота Я думаю, что нет Его собственно и нет Сейчас ледокольного флота Вот есть это вновь Вновь сваренный корпус Будущего Может быть Когда-то на это деньги найдутся Чтобы построить этот ледокол Мы конечно будем рады Если он появится Но скорее всего Эти люди все просто задушат Все уничтожат Прошел международный экономический форум Конечно, слушать всю эту ахинею Было совершенно невозможно Пару раз я включал телевизор И просто по какому-то промышлению Увидел нового незнакомого мне Министра промышленности Мантурова Который сказал такую фразу Которую я подумал, что наверное я слышался Потом она появилась в виде подписи К репортажу Так вот Мантуров сказал Прекратилось снижение темпов падения Прекратилось снижение темпов падения Прислушайтесь Если прекратилось снижение темпов падения Значит, видимо, повысились темпы падения И действительно Я сначала подумал, что ослушался Потом подумал, что надпись под репортажем Я как-то неправильно читаю Но потом еще немножко его послушал И эта надпись появилась вновь Вот честный человек случайно сказал правду, прекратилось снижение темпов падения, то есть мы летим в пропасть все быстрее и быстрее. Ну и конечно с одной стороны там первый вице-премьер Шувалов говорит готовьтесь к жесткой посадке, а с другой стороны всякие придурки, там какой-то председатель ипотечной ассоциации рассказывает какие у них огромные успехи, что на 50% увеличилась потребность в ипотечных кредитах. Но дурачок он не понимает, что люди берут кредиты в надежде их никогда больше не отдавать, потому что инфляция просто сожрет все эти обязательства, вы просто окажетесь по нулям. Эти радостные сообщения многих людей, что мы так замечательно живем, там на какие-то триллионные суммы заключаются контракты, реально никаких контрактов нет, ничего не изменяется, это просто пыль в глаза пускается. Вот мы провели экономический форум, сверху спешно, у нас вообще все успешно. На самом деле полная катастрофа, везде полная катастрофа. Кто немножко занимается экономикой, тот это знает на практике, хотя бы немножко, тот знает на практике, что идет полная катастрофа. А тут еще Собянин, еще один из этих тупиц, назначенных Путиным, объявляет, а я еще 100 магазинов снесу. Ты построй 100 магазинов. Нет, я снесу еще 100, это самострой, они неправильные, они... А куда ты раньше смотрел? В конце концов, можно сначала построить, а потом выселить. Ну, так ли уж нужно разрушить еще 100 магазинов? Ну, Собянину нужно, понимаете, ему вот нужны площадки для того, чтобы все их застилать плитками и ставить там какие-нибудь бетонные скамейки. Но он специалист в этом. Как мы тут с друзьями шутили, если Лужков заливал небо бетоном, выстраивал вот эти чудовищные строения из бетонного стекла, то Собянин, он так низенько-низенько строит эти небоскребы вдоль почвы. Как можно больше всякой там тротуарной плитки, асфальта и так далее. Это вот его затея. Вот они так, наверное, и войдут в историю. Два придурка, один и другой, которые ничего не соображают ни в городском управлении. Зато свой карман, это уже, конечно, они блюли еще как. Наверное, мы когда-то узнаем, мы знаем, какие латифунди в руках у Лужкова, его жены, несчастной, бедной Батуриной, которую отовсюду выгнали. Но, видимо, там столько миллиардов, что хватит еще на несколько поколений детей, правнуков Лужкова там и всех его родственников. Я думаю, что у Собянина то же самое, все то же самое. Но он пытается получить вечность, выкладывая Москву плиткой и снося, производя вот эти беззаконные сносы не по решению суда, а просто по административному произволу. В Турции замечательная ситуация. Кто-то вот говорит, вот нет, ну вот, конечно, Путин внутри страны все совершенно плохо, но во внешней политике, как он Крым присоединил. Ну, смотрите, там в Сирии отбомбился по пустыне, так, ну, хорошо, в Сирии отбомбился по пустыне, а потом и говорит, вы знаете, вот, если будет как сейчас, то Сирия развалится. Это вот претензия к Обаме. Если как сейчас, при чем тут Обама? А ты там что делал в Сирии? Если как сейчас, то развалится. Тогда какие результаты? Какие результаты вмешательства в Сирии? Да никаких. Теперь с Турцией стоило Эрдогану извиниться. Извиниться-то извинились, но какие-то компенсации за нанесенный ущерб, за сбитый самолет, за убитого летчика, они намекнули словами министра иностранных дел, что они не собираются ничего компенсировать. Ну так, ну извинились и спасибо. И радостный Путин объявляет, ну, теперь я разрешаю туры в Турцию, вы можете ехать как туристы. В Турции Медведев объявляет о том, что он дает поручение, как все санкции с Турции снять. Все, если вспомним, был такой стишок времен середины 20 века. Дорогой товарищ Тита, ты ни в чем не виноват, так сказал Хрущев Никита, ты теперь нам друг и брат. Вот точно так же диспозиция изменилась, другой анекдот. Все, уже корыто не нужно, уже нужен горшок. Очень быстро все, быстро как-то они меняются, быстро переобуваются. Пособники террористов теперь становятся лучшими друзьями нормализации отношений. С кем? С пособниками террористов. Вы же их называли пособниками террористов, показывали эти кадры, как в Турцию перевозят ворованную нефть, якобы террористы, финансируют террористам. И террористов помогают террористам. Все, вы сами почти что террористы, а может быть и действительно террористы, да еще наш самолет сбили. И вдруг все, Эрдоган сказал два слова и все изменилось. У меня такое ощущение, что сговор Путина с американским эстеблишментом состоялся. Как-то все очень быстро стало меняться в другую сторону. Вот только было какое-то противостояние, а теперь у нас оказывается, что нас оставили в противостоянии с Европой, которая сама разваливается, Великобритания уходит, Шотландия тоже хочет уйти, но уйти обратно снова в Евросоюз и так далее. У нас взаимные санкции с Европой, а с США у нас оказывается мир и дружба. И вообще все замечательно. И даже Совет России и НАТО согласились провести. Все, теперь все отношения восстанавливаются. Закулисный сговор состоялся. Мы сценарий этого не знаем, он проявится потом. Но уже видно, что по Сирии договорились, по Турции договорились. И может быть совместное удушение Европы тоже является такой вот общей целью для Путина и тех, кто готовится прийти на смену Обаме. Весь сценарий они обсуждают за кулисами. Естественно, что этот сценарий предательский, антинациональный. И, конечно, все эти люди являются не сторонниками своей государственности и своих национальных интересов, а каких-то обособленных межнациональных, интернациональных интересов. Интернационал олигархии – это то, что они обслуживают, а вовсе не интересы своих государств, своих наций. Последнее, что хотел бы сказать, небольшой комментарий к тому, что происходит вокруг вот этой ужасной гибели детей в Карелии, на всем озере. Вместо того, чтобы просто дать по шапке всем тем, кто обязан, обязан, обязан был навести порядок с детским отдыхом, вообще с отдыхом людей. Ну, теперь они начинают искать, как всегда, стрелочников. И стрелочниками оказываются совершенно юные люди, которые за копейки были склонены к тому, чтобы ехать в этот лагерь и там имитировать какую-то роль пионервожатых или инструкторов. Все это, конечно, полная мерзость. Я увидел в сети и поддерживаю петицию за то, чтобы все еще дети были освобождены от ответственности, потому что они просто не приспособлены. Они, конечно, должны были отказаться от того, чтобы становиться инструкторами, не понимая ни в водном туризме, ни в воспитании детей ровным счетом ничего, но их поставили в такие условия, что они не могли отказаться. Материальные такие условия, потому что жить не на что, административное давление и так далее. Вот их, видимо, будут судить, их будут судить, а не министр спорта. Сейчас объявили о том, что вот теперь мы будем везде спорт, туризм, везде детский отдых, будем отдыхать. Где вы были раньше? То есть вам нужны трупы, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуться с места, и то вся эта подвижка чисто имитационная. Потому что будут еще трупы в других местах, в других отраслях. Эти люди реагируют только на массовую гибель людей. Да и то не всегда. Я вспоминаю сейчас, как-то вспомнилось утопление людей, массовое утопление людей во время событий в Крымске. Ну, вы думаете, там что-то расследовали? Да нет, это все было случайно, это тут никакого человеческого фактора. Да там был человеческий фактор, там было преступление. Просто преступниками оказались люди, которые очень близки к Путину, и он их так любит, что не может он их сдать. Когда волна 5-6 метров затопила равнину, объявили это природным явлением. Это, конечно, вранье, и когда-то надо будет обратиться к правоохранительным органам, чтобы они расследовали. Но это уже, конечно, после Путина. После Путина вообще много чего планируется, много чего нужно. К ответственности, конечно, привлекать придется очень многих, очень многих. Они будут сопротивляться, у них в руках деньги, у них в руках может быть и оружие. Вот они настоящие террористы, экстремисты. Они будут бороться за свои капиталы, за свою жизнь и за сохранение этих воровских схем. Все вместе ведь связано, все вместе. Вот эта гибель детей, позорное выступление российской сборной на чемпионате Европы, позорное уличение российских спортсменов в массовом применении допинга. Кто-то говорит, ой, ну это нас опять репрессируют, это опять Обама, это против России настроили специально, это такие политические решения. Да ничего подобного. Весь этот спорт высших достижений, он весь основан на наркотиках, он весь основан на допинге. И без этого никакого спорта высших достижений быть не может. Ну а ведь этот вид спорта, скажем так, это все единый вид спорта, потому что из человека делают такого биоробота по совершению каких-то сверхподвигов. То есть это не подвиг от природных данных каких-то там, от волевых усилий. Это накачивание медицинскими препаратами, которые дополняют все то, что есть у человека. Вот без этого они не могут. А другой вид спорта, то есть массового спорта, массовой физкультуры, детского спорта, вот это все абсолютно заброшено. Абсолютно заброшено. Почему они финансируют только вот этот спорт высших достижений? Потому что это реклама. А у них все это реклама, все реклама имитации. Страной управляют имитаторы, поэтому и спорт имитируется. Поэтому они хотят как-то схитрить. Да, вот они с Олимпиадой в Сочи, они там нахитрили, они купили иностранных спортсменов. А теперь это можно, ну что там, перейти из гражданства в гражданство. Какой-нибудь там кореец у нас там бегает по этому корту, бегает в шорт-трек, там выигрывает Олимпийское золото. Якобы это российский спортсмен. Ну, конечно, никакой не российский. Конечно, там был и допинг, я об этом не сомневаюсь. Массовое его применение и вот эти результаты, которые, ну, конечно, конечно, Россия так вот вдруг внезапно во всех видах спорта, в том числе и нетрадиционных для России, вдруг везде стало побеждать. Да нет, конечно, это все было результатом подкупа, поэтому такие огромные суммы были украдены. И Олимпиада оказалась в 10 раз дороже самой дорогой Олимпиады, которая когда-либо проводилась человечеством, скажем так. Огромные суммы на подкупы, огромные суммы на покупку спортсменов, огромные затраты на все эти медикаментозные средства для обеспечения результатов. И вот вам теперь рекламная акция Сочи, самая воровская Олимпиада, самая преступная. И теперь, да, мы хотим как-то это поддержать. Ну, да, вот с футболом не получилось, теперь мы будем ругаться, что вот там тренеры не те, там что-то футболисты неправильные, слишком много получают, ну, действительно, как-то 3 миллиона долларов за год за то, что ты бегаешь по полю, это какая-то странная зарплата. Вот они все виноваты, а кто все это безобразие организовал, кто превратил спорт в шоу, в грязное шоу, вот они как-то совсем не виноваты. А виновата вся эта та же самая путинская группировка, которая пускает пыль в глаза, это у них текущие затраты на поддержание, вот развлекухи для своих холопов. Ну, поскольку мы не холопы, я предлагаю никогда вообще больше не смотреть футбол, потому что, ну, ничего более нелепого, чем разглядывать вот это шоу, там полтора часа каждый матч, если это чемпионат, то это 10 раз как минимум по полтора часа смотреть, но это надо быть полным дебилом, чтобы вот этим заниматься, на это тратить свое время. Если русская власть наступит в России, то все совершенно изменится, ну, не нужны никакие мировые чемпионаты, раньше, чаще, чем раз в 4 года, когда же древние греки проводили Олимпиады раз в 4 года. Ну, там еще какие-то соревнования у них были, но это по всем видам спорта. Есть традиционные виды спорта, которые надо развивать, но не нужен керлинг никому, никому. Это не спорт, это просто имитация. И много других видов, так называемых видов спорта, подвидов, там все это придумывается. Это абсолютно не нужно. Нужен массовый спорт, который поднимает здоровье нации, поднимает самоуважение нации, поднимает способность нации к самообороне. Вот это все нужно. А все эти мировые чемпионаты, все эти шоу футбольные, все эти клубы, все эти болельщики действительно больные на голову, они абсолютно не нужны в русском национальном государстве. Поэтому мы и здесь, и в этом вопросе являемся самыми жесткими оппонентами ныне действующей власти. Мы все сделаем по-другому. Мы обещаем все сделать по-другому, потому что то, что делают они, это убийство, это ведет к массовой смерти. Не только к ранней смерти этих спортсменов, которые добиваются высших результатов за счет своего здоровья, но и к гибели детей, потому что это оборотная сторона. Вместо того, чтобы вкладываться в детский отдых, в детский туризм, в детский спорт, они вкладываются в спорт высших достижений, абсолютно никому не нужный и даже вредный, потому что создает у людей иллюзии и способности человека, и иллюзии каких-то результатов, какой-то борьбы, как будто борются люди, а не борются вот эти химические препараты, которые постоянно придумывают в обход тех правил, которые тоже придумывают, и все это превращается в такую большую политику. Кто хитрее измыслит препарат, кто обойдет, кто кого улечит, кто уклонится от ответственности и так далее, и так далее. Все это безобразие, конечно, должно закончиться. В нашей стране, как минимум, это должно закончиться тем, что путинизм прекратится, олигархия будет разгромлена, а бюрократия будет обуздана. Тогда русское национальное государство сделает все по уму и в интересах нации, политической нации, русской нации.